В благородном медиа-семействе большой скандал. Флагман российского агитпропа Владимир Соловьёв уволил Евгения Сатановского из своего канала. Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем. И принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала. Вроде как причиной увольнения уважаемого востоковеда стал его острый и шершавый язык, которым он прошёлся по пресс Аташемида, Марии Захаровой и заму Лаврова Богданову. Вот сильно спившийся замминистра Богданов, который ещё в Каире послом бухал как не в себя. Вот Маш Захарова, который в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Ещё одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа. И все поверили, что именно за это Армагеддоныча послали в бан. На самом деле всё не так, как в действительности. Уволили его совсем за другое. Давайте разбираться. Скандальные слова о Захаровой прозвучали в эфире израильского журналиста Александра Вальдмана ещё 17 октября. Ещё одна сильно выпивающая. И не произвели на ответственных товарищей никакого впечатления. Вплоть до утра 21 октября, когда Соловьёв, отметив свой 60-летний юбилей, не вернувшись ещё из зоны СВО, даже не сняв бронежилета, извинился перед Захаровой и МИДом. Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации и сердечайному полномочным послам господину Богданову Господу Захарову. И объявил об увольнении своего давнего соратника. С чего такая спешка, казалось бы? А вот с чего. Аккурат в день рождения своего старшего медиального брата, 20 октября, Евгений Яныч снова встречается в эфире с Вальдманом. И тут он позволяет себе что-то из ряда вон. Он позволил себе усомниться в распрекрасном будущем России. Для нашей страны, ну, час икс, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что Путин не вечен, он стареет. Ещё он позволил себе иметь своё мнение о президенте действующем и совсем нелицеприятное мнение о президенте бывшем. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких. А Путин очень сильный с точки зрения удержания власти. Хотя у меня отдельная тема того, чего я думаю по поводу того, как он управляет страной и как он подбирает кадры. Ну, значит, из этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дерьмо на своё место и поставит. Вон Медведев был примером. И что дальше будет, совсем не понятно. А чтобы мало не показалось, Яноч касается вообще больной темы взаимоотношений правящих кланов, трактуя её по собственному разумению. Потому что, например, у нас отношение Кадырова с Путиным это отношение личной унии, как была у азейских баронов с домом Романовых. А после того, как император Пётр принял у них эту унию, и Екатерина Великая, а Николай Второй отрёкся, они всё поняли, а какая Россия. Уния была с династией. Династия отреклась. И чё вы, какие претензии к эстонскому или латышскому государству, или к Маммергеймусу в Финляндии? Да никакой, всё. Мы клятву держали, ну вы же сами отреклись, Ваше Величество. Вот у нас с Кадыровым так. Его уния с Путиным. С какого хрена он будет с кем-то ещё её заключать? И у многих-то. Надо ли объяснять, что все три сентенции неправильны, потому что не освещены соответствием главному мнению? И тут наказание не заставило себя долго ждать. Неважно, по звонку сверху, или, повинуясь принципу, своих не бросаем, Соловьёв делает единственно правильный шаг. Он увольняет вольнодумного соратника. Уволен. Уволен. С чем, кстати сказать, виновник скандала совершенно согласен. Володя всё написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно. Так случайно получилось. И так уж случайно получилось, что в день юбилея, освященный самим Малаховым, не удостоился Владимир Соловьёв никакой правительственной награды. Хотя еще год назад и без круглой даты Владимир Путин самолично вручил ему Орден заслуги перед Отечеством Четвёртой степени. По скриптам передача «Право знать» с анонсом «Евгений Янович, дайте широкую оценку ситуации» обошлась без его широкой оценки. Всегда активный телеграм-канал «Армагеддоныч» молчит с вечера 20 октября. Что позволено не Питеру, не позволено быку.